Девушки отдыхают Дуэты, команды и дети стремятся пройти дальше. Но сначала им нужно выиграть у своего соперника по падлу. А исход этого противостояния зависит от наших судей. Хореограф и режиссер Гарри Крутник. Сергей Лазарев. Постоянный член жюри Мигель. Вы готовы к сегодняшнему шоу? Конечно, еще как. Ну тогда мы начинаем, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Дима, очень интересно, что ж ты в этот раз сделаешь. Потому что в прошлый раз был такой потолок, до которого, мне кажется, вряд ли кто дотянется. Слушайте, я этого потолка не видел. Короче, Дима в прошлый раз поставил вот такую железную палку, большую. Пилон. Пилон называется. Взял одной рукой, собрался на нее, на одной руке повис и вот так вот крутился на одной руке вокруг медленно пилона. Ну то есть на одной руке, чувак. Потом встал. Можно это увидеть? Нет, потом разбежался. Я лучше один раз увидеть, чем сто раз. Потом разбежался и просто ногами на него встал вот так вот в бок. Как флажок, знаешь? Как флажок. И вот так вот по кругу медленно поехал. Слушайте, я хочу все это увидеть. А потом пошел еще по нему. Это уже было. Сейчас будет что-то другое. Можно посмотреть? Что вы мне... В этот раз что-то другое будет. То есть вы, в принципе, можете не танцевать, мне уже все рассказали. Что будет в этот раз? А в этот раз будет пилон, Илья? Два будет. Два пилона. Ты фантастический, уникальный чувак. Спасибо. Выступление это просто вау. Порвало, по-моему, всех. Жесткая вообще была реакция. Это танцевальный терроризм, конечно, то, что ты делаешь. Я не ожидал, что будет такая реакция, на самом деле. Я думал, ну, скажут, ну, молодец, круто, там, вот, шест. А прям такой реакции я не ожидал. Но я понял, что люди просто не видели вот такого. То есть, подожди, по-твоему, ты не делаешь ничего невероятного? Ну, для меня, как бы, нет. Ну, это, как бы, я делаю это давно. В 12-м году я работал на контракте, и там познакомился с пилоном по видео. Меня это вдохновило. Я тогда занимался паркуром и брейкингом, и мне казалось, что было бы прикольно все это совместить на каком-то одном снаряде. Пилона не было, я тренировался на столбах, фонарях, на уличных знаках, на флагштоках. Ну, по большей части очень много трюков придумал сам. Мне казалось, что это все очень странно, непонятно, но потом выстрелило так, что я выиграл соревнования в России, в Украине, потом за границей. Начали звать на мастер-классы, выиграл чемпионаты, и потом чемпионаты мира. И, в общем, вот так вот продолжал их выигрывать и отстаивать свой стиль. А ты в баттлах сам часто участвовал? Ну да, я как бы, я же брейком раньше занимался, ездил постоянно на баттлы. Я очень много участвовал, проигрывал всю жизнь. То есть то, что происходит, вот этот весь формат, он тебе, в принципе, комфортен? Да. Телепроекты, на самом деле, это такая штука, которая меня подпитывает, потому что на проекте очень много крутых ребят. И сейчас даже просто я сижу, я смотрю, как ребята джемят, танцуют. Я вдохновляюсь, напитываюсь энергией. Раньше была это как гонка, наверное, да. Вот когда ты молодой, это какая-то гонка, чтобы показать себя, доказать свою крутизну. А сейчас это, наверное, сейчас просто уже хочется вдохновить других и после себя что-то оставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»